Главные новости. На первом. Большое не лучше, чтобы урожай был максимальным госконтроль, призывает устранить недостатки. Откололся и уплыл. Канада потеряла 20 квадратных километров. Глобальное потепление миллионам тонн зерна. В лидерах по-прежнему Гомельская область с показателем 466 тысяч тонн. За ней следует Брестская и Минская области, где намолочено 387 и 307 тысяч тонн соответственно. Урожайность в среднем по стране 35 центнеров с гектара. Здесь безоговорочным лидером остается Гродненский регион. С такой урожайностью вполне можно преодолеть рубеж 8 миллионов тонн зерна. Но кроме лидеров, к сожалению, есть те, чьи участие в борьбе за урожай оставляют желать лучшего. После проверки 100 хозяйств, госконтроль вскрыл серьезные недостатки. Из 89 запланированных к установке в этом году новых зерносушильных комплексов, к страде заработало лишь 21. Кое-где отсутствует запасы дизельного топлива, а техника простаивает. Специалисты госконтроля собираются и впредь следить за ходом уборочной. Такая урожайность порядка 3 тысяч. Проверяя хозяйство Гомельской области, сотрудники госконтроля столкнулись с типичными недостатками. И здесь не все работает в полную силу. А ведь регион пока уверенный лидер жатвы. А значит, если устранить недочеты, результат будет еще выше. Вместе с проверяющими в рейде побывали и наши корреспонденты. Сегодня даже городскому жителю объяснять не надо, что во время жатвы дорога каждая минута. Конвейер поля, дорога, элеватор должен работать четко и отлаженно, как часы. Но не всегда получается именно так. Половина рабочего дня в очереди для водителей, которые привозят зерно на реческий элеватор, это норма. Причем и круглосуточной здесь работа бывает не всегда. Может и 4-5 часа может быть. А вчера сколько было? Костой техники, низкие темпы уборки, потери зерна. Нарушения госконтроль выявляют практически в каждом хозяйстве. В Гомельской области по-прежнему лидируют на страде. Убрано уже более трети площадей, но большая часть урожая еще находится в полях. Поэтому дальнейший ход уборочной остается под жестким контролем. Ольга Холодович, Николай Бацилюк, агентство теленовостей, Гомельская область.